Калашникова Наташа Калашникова Наташа И звучат слова торжественного пионерского обещания На всех языках народов Советского Союза Калашникова Наташа 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 Тон века прошло с тех пор. Пять десятилетий. Было это здесь, в московских сокольниках. Шел 1922 год. Первые пионеры зажгли тогда свой самый первый пионерский костер. ПИОНЕРСКАЯ 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 Борис Федосеевич Кудинов. Один из первых пионеров и вожатых, потом кинооператор, работник ВЦСПС. Он вспоминает. В детские годы мне здорово посчастливилось. Мне довело вступить в самый первый пионерский отряд в стране в первый его день. Рабочие вручили нам красное знамя. На знамени было написано, с одной стороны, пионеру пионеров, а с другой стороны, веруя не в Бога, а в коммунизм. Это был Краснопресненский отряд одного из наших замечательных революционными традициями районов столицы. Каждое поколение считает самыми интересными годы именно своей юности. Вместе со всей страной все начинали сначала пионеры 20-х. Это их, юных граждан Республики Советов, призвал Владимира Ильича Ленина учиться коммунизму. Нужна была новая детская организация. И партия поручает комсомолу объединить пролетарских детей. Вот они, первые ребячьи комиссары. Как они умели ненавидеть врагов революции. Как умели любить ее друзей. Эти парни и девчата с рабочих окраин стали настоящими вожаками пионерских отрядов. КОНЕЦ ПИОНЕЦ Пионеры 70-х. Летом у костра. Вспомните эти кадры. Это тоже пионерский лагерь. Только один из самых первых. ПИОНЕЦ 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 Было это в одном из подмосковных сел. Пришли сюда всем лагерем и построили механический ток. Один на всю деревню. Чтоб все работали сообща. Как коммун. ПИОНЕЦ А с лодырями поступали так. ПИОНЕЦ Если бы время было добрее и сохранило старые стенные газеты. Сколько неповторимых деталей. Сколько трогательных подробностей открылась бы нам. Как жили. О чем мечтали. С чем боролись первые пионеры. Вот их лозунги. Смело в бой. С суеверием и темнотой. Не ходи молиться. Приходи учиться. Из обращения комсомола к пионерам. Ваш долг не только скрепить свои звенья в единой железной цепи, но и бросить клич бодрости, призывы сплочения в массы рабочих детей, в школах, в детских домах, во дворах рабочих окраин. И пришли во двор пионеры. КОНЕЦ Пионерские документы тех лет, чем-то напоминают боевые сводки. Двор — фронт борьбы с безнадзорностью. Школа — фронт учебы. Тогда говорили «Всемирные знания — фионерское достояние». «Всемирные знания — фронт борьбы с безнадзорностью». «Всемирные знания — фронт борьбы с безнадзорностью». Они станут надежной сменой коммунистам, — верил Ленин. А пионеры писали ильичу. Мы, первые ласточки великого свободного детского движения, смело пойдем на завоевание поставленной цели. Мы очень любили Владимира Ильича Ленина. И вот как-то однажды мы решили написать Ильичу письмо. И написали. Сочинили его сами. А потом, когда зачитали его текст, кто-то предложил. А ребята, знаете, Ильичу будет наши каракули читать. Давайте-ка его попросим тиснуть в типографии. И попросили. И отпечатали. И когда было отпечатано письмо типографским способом, мы все под ним подписались. Получил письмо или не получил письмо, Ильич, мы тогда еще не знали. И только много времени спустя мы узнали, что письмо до Ленина дошло, но он был болен и ответить нам не мог. 21 января 1924 года. Страшная весть пришла из горок. Мы помним. Ленинский призыв в партию. Ленинский призыв в комсомолку. И в пионеры тоже по ленинскому призыву. Тогда в 24-м была названа именем Ленина пионерская организация. Тогда в 24-м дала клятву верности делу Ильича в пионере нашей страны. Пионер 70-х. Читая свою пионерскую правду, вспомни эти кадры. Самые первые газеты, первые журналы, первые дворцы. Недаром пионеры тех лет тоже говорят, самыми интересными были наши детские годы. Вспоминает педагог Елена Николаевна Мурашова. Тогда, конечно, все ее называли просто Лена. 27-й год. Мне было 10 лет. Ну и вот наступил такой день, когда я написала заявление с просьбой принять меня пионеркой 18-й отряд Баунского района. Это было время первых пятилеток. Прежде всего, когда хотелось страну нашу сделать самой лучшей. И мы помогали нашему заводу. Мы участвовали в субботниках, воскресниках. Мы ездили на строительство новой школы у нас в Черкизове. То есть мы влились в темп нашей республики. Помогали тогда, только ведь все еще начинало создаваться, строиться. Лена Николаевна Мурашова. Вы не бары. Вы дети трудового народа. Вы, ленинцы, писала пионерам Надежда Константиновна Крупская. Вы подростки. А подростки уже многое могут сделать, чтобы сообща работать над улучшением жизни. Поможем стройкам пятилетки. Так ответили пионеры на это письмо. Их ждал новый стадион Гигант. Только он мог вместить тогда всех делегатов и гостей первого пионерского слета. ПИОНЕР Их было семь тысяч. Из всех республик нашей страны, из далеких зарубежных стран. Где же всех поселить? Как позаботиться о всех? Ведь это были дети. И рабочие Москвы предложили. Пусть живут в наших семьях. Но были и недовольны. И заявление в парк Ячейку. Выражаю свою большую обиду, почему моей семье не дали делегата. Восемнадцатое августа 1929 года. Сначала праздничный обед на семь тысяч персон. Потом открытие слета. Так было всегда. В партии комсомол любовно и бережно растили поколения юных ленинцев. Друзьями пионеров были Надежда Константиновна Крупская, Сергей Миронович Киров, Михаил Иванович Калинин, не раз выступавший перед советской детворой. На первом пионерском слете выступил Алексей Максимович Горький. Участницей слета была и Елена Николаевна Мурашова. Самое лучшее время в моей жизни. Прежде всего. Ну, а потом... Все время какие-то... Очень хорошее волнение. Как интересно было жить и дружить с деревенскими ребятами. А ведь у нас было это здорово. Вот на реке Пахре есть село такое, Пихропокровское. И там мы решили сделать для них детекторные приемники. Ну, сейчас, конечно, ребятам чудно, когда век радио и таких изумительных телепередач. А тогда ведь была великая радость дома слушать через наушники. А работать на поле. Я помню до сих пор, как мы помогали полоть лен. А наши беседы у костра. А походы по знакам. Я помню до сих пор нашу игру. Найдем базовое красное знамя. Она у нас пропала. А наш отрядный кремль. Вот вы посмотрели бы. У нас в пионерской базе был настоящий свой кремль. Ребята сами его сделали при помощи лобзика и фанеры. И вот в этой комнате, где стоял кремль, он занимал всю вот большую комнату. Там происходили наши сборы, игры, соревнования. Потом вот еще очень хорошая работа. Ведь надо было делать страну нашу грамотной. Так однажды вожатый сказал, надо нам найти, кто где живет на улице, если есть неграмотные люди. Кто жил, сразу и докладывал, сколько там у него неграмотных. А потом принимали решение, что делать теперь, как заниматься. Обратились в школу, которая была на территории нашей пионерской базы. И вот каждый пошел к своей учительнице за букварем. Я не помню сейчас вот цифра, которая была, по-моему, колоссальная для того времени, скольким людям нам удалось помочь ликвидировать неграмотность. Да, эта цифра была внушительной. Ребята научили читать, писать и считать больше миллиона неграмотных. 70-летний крестьянин-бедняк Савва Тимофеев писал в газету «Прошу передать пионерам мою и прочих обученных душевную благодарность». В письме не было ни одной ошибки. Это история села Косынь и мальчика, которого звали Никита. Крестьяне решили, в селе будет колхоз. И загремели в ответ кулацкие обрезы. Запылал хлеб на колхозных полях. Никита Сенин был деткором районной газеты. Он назвал поджигателей. Он был убит. Подло. Из-за угла. Всем колхозам судили. Всем колхозам вынесли приговор. Убийцам нет пощады. Стоит теперь в селе Косынь памятник мальчику, которого звали Никита. И таких, как он, было немало. Коля Меготин, Вася Васильченков, Кычан Джакрыпов, Павлик Морозов. Они погибли. Но на смену им встали сотни юных бойцов. В 22-м пионеров было 3 тысячи. В 32-м 6 миллионов. Есть слова, которые не нуждаются в переводе. Спутник на всех языках спутник. Вот так и детям разных стран понятно слово Артек. Первая в мире пионерская республика. Море твое. И солнце, и горы, и пламя костров. И рядом столько друзей со всех концов земли. Почти 4 десятилетия хранят советские ребята знамена юных республиканцев Испании. На одном из них надпись «Русским пионерам от каталонских братьев». Как братьев встретил детей Испании пионерский Артек вся страна Совета. «Русским пионерам» «Русским пионерам» «Русским пионерам» Продолжение следует... Такого не знало ни одно государство мира. Наша страна сказала первой, учится каждый, школа для всех. 1930-й, обязательная начальная, 1949-й, обязательная семилетняя, а в будущем всеобщее среднее образование. Говорит Москва, здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую зольку! Товарищ, ты придумал, кем ты будешь, когда вырастешь? А летчиком станешь, будешь летать над страной! Хорошо! Кто из ребят тех лет не мечтал о подвиге летчиков, спасших челюскинцев? Они жили судьбой полярников, ждали сообщений из дрейфующей льдины и даже сами летали в Арктику. Была у ребят такая игра. Поселок челюскинцев, за околицей села. И здесь же аэродром, точно такой же, как на льдине. И Шмидт у них свой, как видите, очень похожий на настоящего. И свой летчик Лепедевский. Помните, это его самолет первым пробился к челюскинцам. Так в далеком Чувашском селе родился кружок авиамоделистов. Так было повсюду. Начиналось с игры, а потом вырастали из этих мальчишек прославленные летчики, штурманы, испытатели. Я, ребята, буду машинистом. А я, ребята, хочу работать в колхозе. За помощь колхозу награждена орденом Ленина пионерка Мамлакатна Хан. Орденом Знак Почета Борозби Хамгоков и Алеша Фадеев, Ваня Чулков и Мамед Гасанов. Они встретились в Москве на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. А я, ребята, хочу быть артистом. Из письма в Ленинградский дворец пионеров. Я занимался в кружке рисования, а стал инженером. Но рисую я всю жизнь. И жизнь моя стала полнее и прекраснее. Быть может, автор этого письма вспомнит и такой случай. В гости к ребятам приехал художник Бродский. И, как говорится, попал на карандаш. Спасибо, коллега. А я, ребята, буду капитаном. Редактор субтитров А.Семкин Какая у нас дружная и теоретская семья собралась здесь сегодня. Мы самые счастливые дети во всем мире. Потому что наша Родина – СССР. Сегодня мы будем петь, плясать, рассказывать, сказать. Сегодня мы будем по-настоящему веселиться. Редактор субтитров А.Семкин Пионеры Семидесятых Запомните эти кадры. Они были сняты накануне войны. Запомните эти кадры. Товарищи солдаты, юные солдаты фронта и тыла. Это к вам, в суровом 41-м, обратился ваш пионерский писатель Аркадий Гайдар. Ребята, пройдут годы, вы станете взрослыми, и тогда, в хороший час, после радостной мирной работы, вы будете с гордостью вспоминать, когда вы не сидели сложа руки, а чем могли, помогали своей стране одержать победу над хищным и подлым врагом. Потом, после войны, ленинградский мальчишка, переживший блокаду, напишет. И тридцать лет, и сорок лет пройдет, а нам от той зимы не отогреться. Нас от нее ничто не оторвет. Мы с нею слиты памятью и сердцем. Я, юный пионер, стою за советских социалистических республик. Серед веком своим товарищам торжественно обещают... Серед веком своим товарищам торжественно обещают... Ленинскому комсомолу! Ленинскому комсомолу! Вы учите работать так, чтобы обрадать высокое звание и дурное... Я помню, например, с какого-то крупного городского пионерского мероприятия, будем говорить, я возвращался. Возвращался не совсем обычно. Мне поручили снести пионерское знамя школы, снести в школу. Вечером вот метроном стучит. Тихо на улицах. Чувствуется какая-то либо тревога объявлена, либо обстрел, я не помню. Но бежал вот с этим красным знаменем, гордый от поручения такого. Школа требовала в то время тоже очень много усилий. Для того, чтобы встать в школу в темноте, в тесноте и в холоде. Второй уже блокадной зимы. Школа была все-таки сравнительно далеко дальше, чем сейчас у ребят школы. Иногда и обстрел начинался по дороге в школу. Приходилось где-то прятаться в подворотне или в параде. Но мы уже ведь умели приспосабливаться. Ведь удивительно, меня всегда поражало то, что у меня все сознание было направлено на то, что я всегда знала, где в следующий момент я смогу укрыться от очередного снаряда. Как обычно, по тревоге мы поднимались бегом на крышу своего дома. И вот однажды сидим на крыше, на гребне крыше своего пятиэтажного трудома. И кто-то из ребят, Виктор Пильщиков, не кто-то, он вдруг стал нараспев произносить слова песни. Вихри враждебные веют над нами. Тревога. Где-то уже били зенитки, свистели первые песни. И вот нас было человек, наверное, семь, и мы во время тревоги пели эту песню. Правда, мы ее всю не помнили. Знали только первые куплеты, припев. И вот в этой песне, наверное, было все. И госпиталь в нашей школе. И уже то, что мы начали терять своих друзей. Так на Мартыновской улице во время бомбежки погибла пионервожата нашей школы во время дежурства. Они получали паспорта в 47-м, а боевые награды в 43-м году. За годы Великой Отечественной войны орденами и медалями были награждены тысячи пионеров. Четверо из них удостоено звания Героя Советского Союза. О подвиге пионера Кости Кравчука правда писала. По его облику потомки будут судить о нравственной силе юного поколения в годину техчайшего народного испытания. Почти три года хранил Костя боевое воинское знамя. Прятал его в колодце на окраине оккупированного Киева. А это пионерское знамя стало знаменем гвардейского полка. Прошло путь от Косторной до Кенигсберга. Теперь оно снова в родной дружине. Вернулись домой ветераны. 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 Документы есть? Есть. Военнымьем человек. Сколько лет? 14 лет... А образовали какие-то? В четыре кабарты. Все свои родители. Обца моего. Глюнцы в глубину. Мать умерла с голоду. Как ты попал в армию? Меня подобрала воинская часть. А кем хочешь быть? Я хочу быть слесарем-инструментальщиком. А слесарем подборки авиамотера хочешь быть? Нет, я хочу быть слесарем-инструментальщиком. КОНЕЦ Пионеры семидесятых. Мальчишки сорок пятого теперь ваши отцы. Нелегким было их детство. Но они вправе гордиться своей судьбой, своими пионерскими годами. КОНЕЦ КОНЕЦ Украсим родину садами. Тогда, в конце сороковых, этот призыв объединил миллионы пионеров. Станем дозорными урожая. И посты дозорных появились в каждом селе. И ничто не укрывалось от их глаз. Проникнем в тайны природы. И движение юных мичуринцев захватило всю пионерию страны. Заполнил еще одну клетку в таблице Менделеева. В шутку предлагали ребята. А новый элемент назовем пионерский металл. Предлагали в шутку. А получилось, как видите, всерьез. В конце концов, это не так важно, что ты делаешь. Собираешь металл для гигантской дома. Или мастеришь куклу для малышей из соседнего детского сада. Важно другое. Как ты относишься к порученному тебе делу. Школьный пионерский завод «Чайка» работает без брака. И уходят отсюда игрушки по разным адресам. Даже на Чукутку. Там строят дворец пионеров. И ребята всей страны решили помочь своим далеким друзьям. Много интересных дел. Много забот у пионеров. И всегда рядом с ними коммунисты и комсомольцы. 16-й съезд комсомола решил. Ни одного отряда без вожатого. И они пришли к ребятам. Рабочие парни и девчата. Воины. Студенты. А ребята стали желанными гостями в заводских цехах. На стройках. В лабораториях ученых. Говорит лауреат Ленинской премии. Доктор физико-математических наук. Валентин Евгеньевич Челноков. То, что пропустишь, скажем, в молодости, в юности, то потом трудно довольно наверстать. Эти пробелы чувствуются уже потом всю жизнь. Я и сам был маленьким, был пионером. И я знаю, что иногда хочется, ну, грубо говоря, побездельничать. Но мало быть способным, мало обладать фантазией, воображением, что необходимо для ученого. Нужно еще просто знать, что было сделано до тебя. Вот отсюда, так сказать, и вытекает необходимость, так сказать, такой старой, в общем-то, истины, которую все вы знаете, но вместе с тем иногда не лишне повторить, о том, что нужно учиться. После уроков они приходят в свои пионерские конструкторские бюро, в лаборатории своих малых пионерских академий и пробуют решать совсем не шуточные проблемы. Ведь творчество детей – это всегда путешествие в мечту. Дорогие товарищи зрители, приглашаем вас на открытие нашей выставки. Она называется «Творчество юных». Июль 1930-го. Из телеграммы пионеров Кинишмы пионерам Торжка. Даешь технику на грани фантастики. «Творчество юных». Кстати, телевизионный центр, который вел передачи с этой выставки, ребята тоже сделали сами. Во Дворце пионеров. Головку заняли. Света. 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 Продолжение следует... Да, у нас есть привилегированный класс. Этот класс – дети. Страна, партия делают все для их счастья. Продолжение следует... Пионер, твоя обязанность воспитывать характер и органы чувств посредством игр и состязаний. Продолжение следует... Пройдут годы, иными станут рекорды. Страна подарит пионерам стадионы, бассейны, спортивные дворцы. И только юные болельщики не успокоятся, наверное, никогда. Свои пионерские олимпиады, свои чемпионаты страны. И пусть не все получат медали чемпионов, но смелым и ловким должен быть каждый. Танки и цфанеры, но на них красные звезды. Зорница – это игра, но не только. Играю учатся ребята стойкости и мужества, выдержки и верности. Командует зорницей маршал Багромяны. И видит, быть может, маршал годы своей юности. Тогда тоже играли мальчишки в красных, и вырастали из них красные командиры. Пионеры 70-х. Запомните этих ребят. Они отстояли родину в смертном бою с фашизмом. Субтитры создавал DimaTorzok Потом мальчишка военных лет напишет. «Чтоб снова на моей планете не повторилась той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы». За их жизнь и счастье сражались наши солдаты. За счастье всех детей на земле. Но сейчас, хоть может, в эту минуту, рвутся во Вьетнаме американские бомбы. И как вся советская страна, помогают своим далеким друзьям пионеры. Игрушки, книги, тетради, лекарства для детского госпиталя в Ханое уходят во Вьетнам тысячи посылок пионерской дружке. Как-то однажды, а было это в Артеке, ребята из разных стран решили, пусть каждый на маленьком бумажном голове напишет свое самое заветное желание. И собралась огромная голубиная стая. И сотни ребячьих строк стали грозным обвинением тем, кто пытается отнять у людей самое дорогое — мир. Каждое поколение считает самыми интересными годы своей юности. Пройдет время, новые пионеры зажгут новые костры. Но тот, кто еще совсем недавно носил красный галстук, никогда не забудет этот день и веселого человека по имени Юрий Гагарин. Он тоже был пионером. Он стал пионером космоса. Испытывали ли вы страх во время полета? Конечно, страшно. Все люди несколько боятся, но весь секрет здесь заключается в том, чтобы уметь побороть этот страх, отбросить его в сторону, думать о том, что нужно сделать, как выполнить задание лучше. Вот в этом и заключается в основном так. Здравия, самообладание, воля людей — все это в комплексе и дает такое бесстрашие, смелость. Даньше они строили модели самолетов и мечтали лететь в Арктику. Теперь строят модели ракет и мечтают о космосе. Еще в Гражданскую назвали юных орлятами. Тогда пели «Орленок, орленок, взлети выше солнца». Теперь тоже поют про орлят. Орлята учатся летать, им залетует шум прибоя, в глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлята учатся летать, орлята учатся летать, не просто спорить с высотой. Еще труднее быть непримиримым, но жить не зря с одной борьбой и рада нам грубить под бой, бой, бой. Орлята учатся летать, а где-то в гнездах шепчут птицы, что так недолго и разбиться, что вряд ли стоит рисковать. Орлята учатся летать, орлята учатся летать, дали почти неразличимы, да-да, как горные вершины, а их не так, да просто взять. Орлята учатся летать, они сумеют встретить горе, поднять на синих крыльях горе, не умирать, а побеждать. Орлята учатся летать, орлята учатся летать. Калитенко Николай Сергеевич, красногвардеец, ветеран революции, Данилов Алексей Ильич, ветеран Великой Отечественной, Антонов Сергей Анатольевич, рабочий, герой социалистического труда. Коммунисты вручают комсомольские билеты тем, кто сегодня расстается с красными галстуками. Сегодня комсомольцы передают свои красные галстуки новым членам Всесоюзной Коммерской Организации. Пионер, комсомолец, коммунист. Слезь поколений неразрывна. Юные венинцы приветствуют 24-й съезд партии. Леонид Ильич Брежнев говорил, комсомол, руководимая им пионерской организацией, приучают ребят смотреть на общественные дела, посильные им, как на свои собственные. И когда ребята, принося пользу другим, получают радость и удовлетворение, это и есть первый успех в большом и многогранном деле коммунистического воспитания. Имени Ленина. Ордена Ленина. За успехи в экспедиции «Заветом Ленина верны» первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников прикрепил к знамени Всесоюзной Пионерии памятную ленту Центрального комитета комсомола. Памятными ленинскими медалями награждены лучшие пионеры. На четвертом всесоюзном слете начался юбилейный марш пионерских отрядов. Пионер 70-х Помни, ты живешь в неповторимое время. Пионерии 50. Пионерия в пути. И пусть высокой целью твоей жизни останется девиз юных ленинцев всех поколений к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза Будьте готовы!